За соблюдением законности и правопорядка в стенах городского совета уже три года следит Владимир Гунько, точнее его постоянная депутатская комиссия, состоящая из десяти человек. Рассмотреть частное обращение запорожцев, эту задачу Владимир Гунько называет одной из главных в своей работе. В то же время признает, не менее важно обеспечить реализацию программ государственного значения. Так сегодня комиссия внедряет решение об ограничении игорного бизнеса в Запорожье. Наша задача в том, чтобы создать документ, создать нормативную базу, именно МИССЭО самовредования, которая бы смогла регулировать работу этих объектов на территории города. На каком этапе находится разработка этого документа Владимир Гунько четко не ответил. Зато добавил, что в данный момент депутаты изучают опыт западных регионов страны и Днепропетровска в этом вопросе. Не дал председатель комиссии и ясного ответа, какова судьба обращения Запорожья к кабинету министров и Верховной Раде по поводу финансирования строительства мостов. Столичные политики сами не знают, как будет развиваться ситуация, отмечает Владимир Гунько, намекая на последний визит в наш город Владимира Литвина. Посещение политиков территории Запорожья и какие-то все-таки надежды, что кто-то скажет что-то вразумительном, по крайней мере, поставят какие-то обозримые сроки по спасению этого объекта, пока никто не сказал. В том числе и Владимир Михайлович, находящийся буквально неделю и сколько тут назад. И в этот же день Владимир Гунько прокомментировал последнее скандальное решение областного совета, ведь шла о продлении срока выполнения экологической программы для Запорожстали до 2017 года. Владимир Гунько отметил, что городские депутаты еще обсудят это решение в родных фондах. И в скором времени публично выскажут свою позицию.